Привет всем любителям игры вдвоём на одном экране! Представляю вашему вниманию уже восьмую часть игр для двоих на одном ПК. По-прежнему с каждой частью игры для двоих искать всё сложнее, поэтому жду поддержку в лице лайка, любого комментария и, конечно, подписки на канал. По традиции всё проверено и всё работает. Не затягиваю, берите чай, печенье, а я начинаю! Открывает наш список гоночная игра, релиз которой состоялся в конце сентября 2021 года, где у разработчиков присутствовала задача максимально реалистично перенести автомобили Hot Wheels в игровое пространство. И вот что получилось. Игроки соревнуются с другими противниками на небольших трассах, в различных локациях, таких как кухня, спальня и, например, гараж. В проекте доступно более 60 видов автомобилей, реализована возможность улучшения и не обошлось без редактора карт. И если у вас когда-то были машинки из коллекции, то, скорее всего, игра вам понравится. По отзывам же, всё достаточно неплохо. Более чем тысяча человек оценили данный проект. Средний балл очень положительно. Игра, вышедшая в июне 2021 года, в жанре приключения с элементами RPG. Действие разворачивается в мире Китария, до недавнего времени мир на земле. Но в один момент природа стала агрессивной, и империя была вынуждена обратиться к главным героям игры, чтобы разобраться, что происходит, и спасти жителей. Игрокам же доступен меч, лук и книга заклинаний, которые помогут при прохождении подземелья и сборе ресурсов. Отдельно отмечу, что в игре можно построить дом и, например, заниматься фермерством. Демо-версия доступна в Стиме. По отзывам, 490 человек оценили проект. В среднем, в основном, положительно. Проект 2020 года, в жанре «Избей их всех», в котором игроку предлагается примерить роль ниндзя и сразиться с полчищами врагов. В игре представлена многоуровневая боевая система, с возможностью комбо и переключением персонажей на ходу. Конечно, сказать, что это что-то новое, наверное, нельзя. Но если вы поклонник жанра, то поиграть с другом в вечер другой вполне. Также в Steam представлена бесплатная демо-версия. Ссылка на скачивание находится в описании. Что же касается отзывов, то проект получил свыше 120 оценок, и в среднем они очень положительны. Это пиксельный онлайн-платформер, который вышел в сентябре 2021 года. По задумке авторов, игроки выступают искателями приключений, которым как можно скорее в соревновательном режиме нужно отыскать сокровища. А локациями выступают небольшие карты в лице храмов и развалин. Из особенностей игра бесплатная, и в неё можно играть вдвоём на одной клавиатуре, против других игроков. Ссылка находится в описании. По отзывам же всё неплохо. 105 игроков оценили игру. В среднем, в основном, положительно. Это скоростной экшен Роуклайк в стилистике киберпанка, который вышел в июне 2020 года, где по сюжету искусственный интеллект захватил власть и осуществил восстание машин против своих хозяев. И только группа под названием «Утильщики» в силах противостоять бездушному искусственному интеллекту. На выбор игроку доступно 6 героев с уникальными навыками, а в арсенале представлено более 30 видов оружия. Попробовать проект можно бесплатно. Демо-версия доступна в Steam. По отзывам же, более 100 и в среднем очень положительно. Это игра 2021 года. Кооперативная головоломка, где главные персонажи — две птички Киви, которые работают не в совсем привычном для нас почтовом отделении. На протяжении длительного времени им приходится прыгать, скакать, нажимать на множество кнопок и всё это не используя рук. Дополнительно отмечу смену времён года, возможность изменения косметического вида героев посредством игровой валюты и незатянутость проекта. Что же касается отзывов, то проект оценили около 200 игроков, и в среднем оценка оказалась очень положительной. Это аркадная боевая игра, которая вышла в 2021 году. По сюжету, раз в 7 лет, злая волшебница Этельдреда посылает свою армию на юг в Мерсию, чтобы забрать часть мирных жителей в рабство. На зов о помощи откликаются эльф, грабители, волшебник, дабы дать отпор силам зла. Дополнительно стоит отметить неплохую пиксельную графику с неплохо прорисованными героями и локациями. Также стоит упомянуть о хорошем музыкальном сопровождении. Но и без минусов не обошлось. Проект не поддерживает русский язык и имеет весьма непродолжительное время прохождения. По отзывам всего 23, и в среднем смешанные. Динамичная игра 2020 года в жанре rogue-like. По задумке авторов, игроков ожидает приключения по страницам изменчивого комикса, где самый ценный ресурс – чернила. По геймплею нужно перемещаться по уровню от точки А до точки Б, попутно истребляя орды врагов. Также реализована возможность прокачки. Встречается немалое количество оружия и брони, а при желании можно изменить внешний вид героя, а лицо персонажа – своим изображением. Для тех, кто же любит поострее, предусмотрено несколько режимов сложности, вплоть до невероятного и легендарного. По отзывам, более чем 750 человек оценили игру. В среднем, очень положительно. Игра, которая появилась в раннем доступе в 2021 году. В ней предстоит участвовать в гонках, но не в самом привычном виде. Ведь два участника связаны между собой эластичной веревкой, а на пути немалое количество препятствий, которые получится преодолеть, только координируя свои действия. Из особенностей представлено несколько режимов игры. Соло, возможность сыграть с искусственным интеллектом и вдвоем на одном экране. Причем разработчики обращают внимание, что играть вдвоем за одним геймпадом в этой игре далеко неплохое решение. В общем, лучше один раз попробовать, чем несколько раз увидеть, учитывая, что бесплатная демо-версия доступна в Steam. Ссылка находится в описании. По отзывам, все неплохо. Более 150 и в среднем очень положительно. Это продолжение многим известной серии, которая вышла совсем недавно, а именно 22 октября 2021 года. Сюжет переносит главных героев в Ирак к событиям 2003 года, когда агенту ЦРУ поручается проверить потенциальную фабрику химического оружия. В лучших традициях все проходит далеко не так гладко. Случается так, что отряд попадает к подземным руинам шумерского храма, где во тьме пробудилось что-то опасное и зловещее. И теперь главным героям предстоит принять множество непростых решений, дабы выбраться из подземного лабиринта. Добавлю, что если вы не играли в прежней части, то это неплохая серия игр, выполненная в жанре интерактивного кино. По отзывам в Steam более чем 800, а средний балл очень положительно. На этом очередная часть игр для двоих подходит к концу. В очередной раз благодарю за просмотр, за лайк и за комментарий под видео. Также не забывай подписываться на канал, впереди много интересного. С вами был АСВ, играйте с друзьями в отличные игры, а мы еще увидимся.